Такое в Беларуси тоже бывает. Советую, покупайте этот Miracast. Давайте разыграем 20 баксов, условия чуть позже. Так, посылки 100% будут крутые, кому-то что-то понравится. Давайте пока в сторону откину и поехали распаковывать. Вставляйте эту приблуду в телевизор. Если у вас нет интернета на телеке, вы сможете через смартфон передавать какие-то файлы, фотографии, в общем-то просматривать видео в интернете по телевизору. Проверим. Если у вас есть много-много терпения, вы хотите получить некачественную передачу сигнала с вашего телефона, смартфона, ноутбука на телевизор, то советую покупайте этот Miracast. Как они там еще по-другому называются, не помню. Ну, в общем, Wi-Fi-модуль для телевизора. Расскажу вкратце. Подключаться пробовал к нескольким телевизорам. У одного интернет по умолчанию и Wi-Fi уже модуль встроен есть. Подключается к нему эта штуковина без проблем. Вообще, ну, на раз-два поставил, быстренько прогой законнектился, и он уже у вас работает. На телевизор попроще, в котором нет абсолютно ничего, то есть просто TV-модуль, сам телевизор. Эта штука становится только при помощи танца с бубном. Причем не с каждого телефона у меня получилось ее подключить на старую модель телевизора. Плюс периодически отваливался полностью звук с телевизора за счет этой штуки. Ну, именно при воспроизведении смартфона или телефона. Сама передача сигнала очень сильно тормозит. Плюс ко всему, если вы все-таки приобретете эту штуку, рассчитывайте на то, что ваша звуковая дорожка будет захлебываться, и он будет, вот этот модуль будет глотать несколько букв из предложения, даже, наверное, из полпредложения, две-три буквы он просто проглатывает. Вот. То, что настройку произвел я правильно, я в этом не сомневаюсь, потому что я пользовался инструкциями с ютуба, просто смотрел эту инструкцию, которая была в комплекте, и это проблема самого прибора. Либо все линейки этих приборов, либо конкретно то, что прислали мне. Я не знаю. Но, исходя из своего опыта, я не могу вам порекомендовать это устройство. Я считаю, что это достаточно зря потраченные деньги. Лучше купите HDMI кабель и подключите телевизор по кабелю. Сигнал лучше, картинка четче, звук не глотает. Лазер дистанции метр. 40 метров. Давно я себе хотел такого плана рулеточку. Писал неоднократно продавцам. Говорю, я, блин, уже крутой распаковщик, давайте мне засылайте на обзор. Меня все нафиг посылали, короче, на китайском языке. Ну, пришлось такую вещь приобретать самому. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Так, ясно. Короче, пойду за батарейками. Возможно, меня сейчас кто-нибудь будет хейтить, говорить, что нифига я не понимаю в колбасных обрезках, но для меня это устройство в новинку, поэтому я не имел дело с другими приборами, каких-нибудь там именитых брендов, а-ля Bosch или еще что-нибудь в таком духе. Но, могу рассказать по этому. Самые основные функции он выполняет. То есть, можно посмотреть дальность, дистанцию, можно померить кубатуру, площадь, также угол наклона крыши, работать до 40 метров, то есть для обычных домашних условий этого прибора за глаза. Погрешность, конечно же, есть. Небольшая, приблизительно на 1 метре он выдает буквально миллиметр погрешности. Ну, я считаю, что это несущественно. Если вам нужны очень-очень точные измерения, тогда, конечно, вы проходите мимо, скорее всего, но мне кажется, 1 миллиметр на 1 метре – это не так много. Измерял до 10 метров, то есть на десятки метров он показывает где-то, ну, погрешность 1 сантиметр плавает, около 1 сантиметра. Читается экран, в принципе, достаточно неплохо, то есть не надо держать всегда под 90 градусов напротив глаз, можно под наклоном, можно под углом смотреть, то есть дисплей, в принципе, читается неплохо. Имеется пузырьковый уровень для выставления прибора, также с каждой стороны имеются ножки, ну, не с каждой, с трех сторон имеются ножки, для того, чтобы прибор стоял хорошо на плоскости. Вот эта часть прорезинена, имеется автоотключение после нескольких минут простоя, плюс история 20 последних измерений, также отверстие под темляк и темляк в комплекте. Прибор классный, но, да, не Bosch, а Китай, Маденчина, тут даже написано. Ну, и плюс можно хорошо поиграть с собакой или котом. Я понял, что это такое. Только это мне нафиг не надо. Ручка еще не приехала, а катушки пластиковые уже доставили. В каких-то полувакуумных пакетах целая куча разных цветов, каждый метров по пять, по-моему, насколько я помню. Ничего про них рассказать не могу. Ну, подойдут они, не подойдут, реально не знаю. Ручка еще не приехала. Сапожник без сапог. Глянцевая такая штучка. Прикольно. Эй, поскупились. Не могли магнитик сюда зафигачить или какую-нибудь застежечку. Засранцы, засранцы. Ну, коробка выглядит достойно. Какие-то мануалы, мануалы. О, блин, какая она тяжеленькая такая. И кабелек. Что еще внутри у нас имеется? А внутри больше ничего нет. Вот еще одна какая-то визиточка. О! Чуть заряжено. Так, что мы имеем? Прорезиненные ножки. Модель Bassus N-Cock E02. Батареи 1500 мАч. Маденчина, бла-бла-бла, 5 вольт, 1 ампер. Имеется USB, TF-карта, micro USB-выход, AUX и кнопочка Reset. Для чего она, я не знаю. Подхрипывать на максимальной громкости. И вот если вы нажимаете... Слишь... Если очень много нажимаете на увеличение или на уменьшение громкости, колонка дает оповещение, что хорош, брат, я уже максимально выкрутилась, поэтому издает такой сигнал. Пей-пей-пей-пей-пей-пей-пей-пей-пей. Ну, что могу сказать? Конечно же с T6 сравнения никакого не может быть. Ну, абсолютно две разные колонки. Та стоит под 50, это стоит около 20. Размер у этой в два, наверное, в два с половиной раза меньше. Здесь, я так понимаю, корпус какой-то то ли алюминий, то ли, ну, что-то похожее. Та, пока в моей голове тесте обитом, как минимум, потому что было не обоюдно, но мы добыли... Та, цветут цветы, цветы, и я не... Та, ласкают чужие... Что могу сказать? Если ее не выкручивать на максимум, то достаточно неплохой вариант. Конечно же на природу она вам однозначно не подойдет, где-то для отдыха на природе. Но если только скромная компания, там несколько человек, и вы все на одном покрывале помещаетесь, тогда да, как вариант. Но если компания большая, любители покричать, потанцевать, то это не для вас вариант. Это скорее такой офисный, она более такого классического дизайна, так сказать, под какой-то старинный радиоприемник, поставить куда-то на рабочий стол, и возможно тогда слушать ее. С виду неплохая, но, как говорится, на цвет и вкус фломастера разные. Поэтому решать вам. Покатал денек колонку, и могу точно сказать, что отыграла она на средней громкости больше пяти часов. Это после полной разрядки и полной зарядки этой колонки. Еще хотел рассказать об одной такой бяке, которая мне не понравилась в этой колонке. Но потом, как оказалось, это не колонки вина, а вина плеера, который был установлен у меня на смартфоне. Потом я запустил музло через зайцев.нет, и этот глюк пропал. А глюк был связан с отваливанием блютуза. То есть на каком-то обычном плеере, там no name просто был какой-то скачен, при играх на смартфоне, онлайн-играх и одновременном прослушивании музла отваливался блютуз, и колонка захлебывалась. Потом, когда начал слушать через зайцев.нет, этот лаг прошел, колонка играет, в игрушки вы валите под красивую, любимую вашу музыку. Всемир, ссылка в описании. Первый раз я получил посылку меньше чем за неделю. Да, такое в Беларуси тоже бывает. Доставка была просто через курьера, с российского склада, через Смоленск, привезли мне. В общем, поэтому так быстро, не удивляйтесь. Опа! Какие-то бумажки. Так, стронг 210-35К. 10.5. 4.5. 10.5 утра. Упаковано в шубе. Набор фрес каких-то. Это педалька, я знаю. Так, это подставочка. Это непонятно что, тоже, наверное, какая-то подставочка. О, вот сам этот блок, который очень тяжелый. И... Шуба нафиг. И вот эта бор-машинка тоже достаточно весит неплохо. Бля. Солидная, солидная вещь. Какая-то фигня и щетки для генератора. Крутелочка. Вот эту штуку мы вставляем вот сюда. Сейчас бы не упалить эту хрень. Заказывал-то не для себя. А через программу бесплатный посредник. Оп! Установили. Педаль. Установили. Нет, нифига не установили. Жесткая. А нет, установили. Все. Так, короче, минут 10 я ковырялся, чтобы разобраться с этой адской машиной. Теперь, девчули, можете записываться ко мне на маникюр, педикюр. Что там, наращивание ногтей? Ну, наращивания нет. Ну, короче, сточить ногти точно могу. Сейчас мы педальку покладем и сделаем красоту. Ай, шайтан, машина! Да, ну, его в баню. Короче, прибор какой-то охрененно тяжелый. Охрененно, блин, прикольный. Знаете, если честно, даже по дереву, я думаю, можно такой фиговиной точить. Блин, буквально дотронулся до ногтя, он кусок уже отрезал. Не, баловаться с ней я больше не буду. Все-таки вещь не моя. Работает. Классная. Ссылка будет в описании. Хорошая фреза. Стоит, конечно, не кисло денег. 70 баксов. Но, как сказала девочка, у нас она практически в три раз дороже стоит. Вот такие вот дела. Оговорился. Не в три раза, а в два и выше. Ну, там и есть и в три. Ну, не суть. Фреза это 65 ватт. Это достаточно мощный аппарат. То есть, ну, позиционирует себя как профессиональный. В обычных домашних условиях можно использовать просто вот такие ручки с моторчиком. Ну, отдельно, без этого блока. Но, там будет постоянная вибрация. Здесь при нажатии ручка вообще не вибрирует. То есть, вы можете делать аккуратненько ногти, там, пятки чистить. Здесь основной мотор находится вот здесь, в этом блоке. И плюс здесь на крутелке вот регулировка мощности. Ну, регулировка количества оборотов в минуту. Я думаю, клиент останется доволен. И не одни ногти спилит. Для участия в конкурсе надо поставить лайк, быть подписчиком моего канала. И написать абсолютно любой комментарий. 30 дней собираем 500 лайков. Пока-пока. Розетка. Сюда. Хоп. Сзади кнопочка включения. И мертвую пчелу не гудуть. Ёлки-палки. Вот еще какие-то кнопки. Да ну нафиг. Все. Воу-воу-воу-воу. А, ты поняла? Тут можно без педали работать. Ёлки-палки. 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 Продолжение следует...